В Новосибирск спортсмены-сноубордисты прибыли еще в понедельник, но приступить к тренировкам смогли только сейчас. К этому моменту трассу удалось подготовить полностью. Данная трасса была построена до Нового года, соответственно, в первую очередь было снижение трассы и далее уже строительство непосредственно самого трамплина. Данный трамплин по стандартам Кубка мира построен. Пролет является 17 метров, а высота трамплина 3 метра. Трамплина хватает для того, чтобы делать самые сложные трюки, которые есть сейчас на мировой арене. И, соответственно, это одна из лучших баз для подготовки спортсменов в виде сноуборда. В этот день спортсмены тренировались на трамплине в дисциплине Big Air. Это один из самых зрелищных видов сноубординга. Ведь сложность и красоту трюков ограничивает только фантазия исполнителя, ну и законы физики. Впрочем, на горском склоне можно тренировать и элементы сноубстайла еще одной дисциплины этого вида спорта. Здесь можно тренировать один трамплин и одну перила. Это часть сноубстайла. Сноубстайл состоит из нескольких трамплинов и нескольких перил. Соответственно, как для тренировки данная база сноубстайла также подходит. И в чем плюс данной базы в том, что мы можем сделать большой объем попыток, так как подъемник рассчитан именно на быструю скорость круга попыток. И за одну тренировку спортсмен может сделать около 50 попыток именно своего трюка соревновательного. В интервью с участниками олимпийской команды, которая из-за коронавирусных ограничений проходила в формате видеоконференции, тренер посетовал, что не всем нашим спортсменам удалось показать необходимые результаты на Кубках мира и, соответственно, пробиться на Пекинскую Олимпиаду. Конкуренция в этой дисциплине очень серьезная. Надо пробиться через лидеров. Самая конкурентно способная, наверное, самая конкурентно трудная дисциплина – это сноубстайл БГР. Надо выступать в двух дисциплинах. И по рангу там самое большое количество мировых звезд. Тем не менее, говорит тренер, в команде настроение хорошее, рабочее. Этому должен способствовать и акклиматизационный период, который спортсмены как раз и проходят в Новосибирске. Настрой боевой, но, честно, сидим на иголках, учитывая все тесты, которые нам необходимо сдать перед вылетом в Пекин. Надеемся, что все пройдет положительно. Точнее сказать, положительно уже нельзя. Успешно. В Новосибирске спортсмены будут тренироваться еще два дня. В воскресенье сборная России по сноуборду должна вылететь в Китай. Пожелаем им удачи.